Уголок России, и отчий дом, где туманы синие за окном. Последняя репетиция перед выступлением. Коллективу Лостовчанка уже шесть лет и за плечами множество выходов на сцену. Бывшие работницы железной дороги, торфа предприятий и детского сада сейчас в Сарафанх и Кокошниках. Новые таланты открыли в себе, выйдя на пенсию. Нам очень хорошо вместе. Выглядим все на 35. В общем, все у нас прекрасно, все хорошо. Без этого жить невозможно. Надо сегодня жить. Мы не доживаем, мы просто живем. А зрители с благодарностью принимают творческие подарки, подпевают и даже подтанцовывают на местах. На открытии второго фестиваля самодеятельного народного творчества ветеранских организаций «Забота творчества долголетия» собрались коллективы со всей области. Впервые на базе Центра «Забота» при поддержке Управления культуры фестиваль прошел в прошлом году. На этот раз они выступают с полноценной концертной программой. Этот фестиваль мы посвящаем также 80-летию нашей Вологодской области. Мы все волокжане, мы живем на родной Вологодской земле, поэтому нам очень хочется объединиться со всеми живущими во всех наших районах. Выступали ветераны в антураже фото-выставки «Наставления». Это совместный проект вологодских фотографов и мужчин почтенного возраста. 29 портретов с наставлениями потомкам два месяца будут украшать актовый зал Дома офицеров. Очень важно было услышать именно не наставление не вообще молодежи, а именно своим родным, своему поколению. На выставке как раз соединено портрет и фраза, та, которую говорил мужчина. На мой взгляд, получилось очень интересно, особенно познавательно для молодежи. Я сам задумался, что же я сыну говорю. И наставление, на мой взгляд, это чисто мужская такая черта, передача какой-то своей мудрости, короткой, но очень емкой. Впереди участников ждут несколько фестивальных пятниц, каждый из которых ознаменуется выступлением четырех самодеятельных коллективов. Ангелина Евстафеева, Максим Тышковец, Волок ДРФ